Аплодисменты Друзья, всем привет! Чудесный субботний денек Последние выходные перед тем, как мы улетаем на зимовку в теплую страну Объявляем конкурс Первый угадавший в страну, куда мы летим, получится открытку из этой чудесной страны А пока что мы думаем, как пройдет наш перелет и готовимся к нему Сегодня мы постараемся рассказать про основные моменты подготовки к перелету с собакой Надеюсь, вам поможет эта информация Самое важное при перелете с собакой подготовить все документы Во-первых, нужно сделать чипирование, если вы везете собаку за границу По России это не обязательно, но за границу без чипирования невозможно попасть После того, как вы сделали чипирование, нужно сделать приивку от бешенства Приивка от бешенства делается за 14-30 дней до влета в страну Нужно уточнять конкретно относительно каждой страны Также мы рекомендуем дать препараты против гельминтов собаке накануне вылета Когда вы сделали все эти три пункта Чипирование, вакцинация от бешенства и препарат от гельминтов Нужно идти в государственную ветеринальную клинику И получаете там сертификат по форме номер 1 Который в дальнейшем нужно поменять на другую бумагу В зависимости от того, куда вы летите Менять нужно сертификат в ветконтроле аэропорта вылета Полученный сертификат по форме номер 1 в ветконтроле аэропорта Меняем на справку по форме номер 5 И следуем с этой справкой на регистрацию Считайте, вы уже в самолете Также мы рекомендуем подготовить собаку к перелету Мы делаем следующим образом За несколько дней до перелета достаем переноску Чтобы собака могла привыкнуть к ней А в день перелета даем успокоительные препараты Их сейчас множество Начиная от капель, которые капаются на холку И заканчивая ошейниками То есть спектр велик, выбирайте, что вам удобнее И на что лучше реагирует ваша собака Еще я не знаю, куда смотреть, но все время смотреть в камеру я не хочу А вот так блуждающий лежат тоже плохо Вторым пунктом после документов являются переноски Какими переносками пользуемся мы, я вам сейчас расскажу Существует три вида переносок И три вида способа транспортировки животных Это большая закрытая жесткая переноска Которая сдается в багаж Но мы ею не пользуемся Поэтому пока не будем ей уделять внимание Дальше Жесткая переноска Которая крепится в салоне На отдельном сидении И третья, наиболее популярная у нас перевозка Это мягкая Которая кладется под переднее сидение самолета Размеры и требования к переноскам Зависят от аэрокомпании, которой вы летите Везде вес животного с клеткой должен не превышать 8 кг Сумма сторон переносок в аэрофлоте 44, 30 и 26 см по сторонам Далее экономная и юркая победа Но требуемые размеры к переноскам Это 46, 28 и 22 см И наконец С7 Компания, которой мы пользуемся чаще всего Требования к жестким переноскам У них 55, 40, 40 Это хорошие размеры, я вам скажу Давайте посмотрим, что у нас 55, 30 Она могла бы быть на 10 см больше И высота Высота тоже 30 Мы пока не пользуемся ею Но она у нас на всякий случай есть Ну и самое популярное, это мягкая Вот такая китайская переноска В общем-то слабенькая Единственное ее преимущество То, что она очень легкая Бурничка у нас весит 7 кг 100 г И эта переноска, наверное, грамм 300-400, не более Это ее единственный плюс Ну, измерим ее длину Итак, длина 50 Она могла быть на 5 см больше 40, так же А здесь 30, значит, она еще могла бы быть на 10 И ее ширина у нас 20 А требования к самолете 25 Ни в коем случае не больше Потому что она вот так кладется Вот переднее сидение И эта высота Вот Не должна превышать 25 см Конечно В магазинах очень много разного рода переносок Но Найти именно по размерам Довольно-таки сложно Поэтому Иногда приходится Жертвовать какой-то стороной Какими-то сантиметрами Но С другой стороны Не хочется Чтобы В аэропорту вам сказали Что ваша переноска Превышает какие-нибудь положенные 2 см Это, конечно, очень Было бы неприятно Не знаю Захочет ли Гунечка Ну-ка, Гунечка На место Давай Гуня На место Вот так вот Конечно Уже она Маловато Ну Вот Вот так она будет там лежать Я надеюсь Мы долетим более-менее спокойно А по прибытию Ее можно будет Вот так вот Раскрыть И вот Да Этого Барбоса мы купили До того Пока у нас не было Бунечки В Англии такими Подпирают двери Изучайте Смотрите Мерите Путешествуйте Во время перелета Нельзя поить И кормить собаку Но так как наша Бунечка Не очень спокойно Переносит перелет Мы часто даем ей Небольшие кусочки морковки Во время перелета Она Успокаивается Также у нее В переноске лежит Ее любимая Вяленая баранья кость Что тоже очень Отвлекает Тихо Сниматься нелегко Тихо 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 Гуня А ну успокойся Ты же главная звезда В этом шоу Во время всего полета Собака должна находиться В переноске По креслам Переднего сидения Раньше нам казалось Что это негуманно Мы пытались брать Собаку на руки Но как оказалось Собаке самой Намного приятнее И спокойнее Находиться В переноске На полу Путешествие с собакой Это всегда радость Но помимо этого Есть еще некоторые ограничения Например, чтобы снять жилье Нужно обязательно удостовериться Что хозяин жилья Готов сдать вам квартиру Или дом И пустить сюда собаку Вариантов проживания с собакой К сожалению Не очень много Иди сюда Ай, ты, сладкая собака А о том, куда пускают И куда не пускают Собакой В стороне нашей зимовки Мы расскажем совсем скоро Не пропустите Наши новые выпуски Ну что, пошли собирать вещи? Да, пора Редактор субтитров А.Семкин